Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, алиния. Святитель Иоанн Златоуст в 43-й беседе на Евангелие Теана говорит, что в молитве должно просить у Бога благ духовных. Будем возлюбленные благодарить Бога и за чувственные блага, но еще гораздо более за духовные. Этого хочет и Он, и ради сих-то благ дарует и те, привлекая и научая ими несовершенных, как людей, еще сильно привязанных к миру. Впрочем, если они, получив сие блага, на них и останавливаются, то подвергаются осуждению и наказанию. Да не будешь же с нами, убеждая вас, ничего подобного, но блага духовные, да будут предметом наших особенных забот. Почему? Потому что, когда есть блага духовные, не бывает никакого вреда от неимения благ телесных. А если нет их, то какая нам останется надежда, какое утешение. Посему о них всегда нужно молить Бога и их просить у Него. О них молиться научил нас и Христос. И если мы вникнем в ту молитву, то не найдем в ней ничего плотского, но все духовное. Даже и то немного чувственное, о чем мы просим в ней, становится от образа прошения духовным. Уже и одно наставление, не просить ничего более, как только хлеба насущного, то есть ежедневного, было бы знаком ума духовного и любомудрого. Но смотри, что и предшествует этому. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Матфея 6, 9, 10, 6 глава 9, 10 стихи. Но затем, сказав о чувственном, Господь тотчас уклонился и опять перешел к учению духовному, говоря, «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». 12 стих. «Ничего не сказал о начальстве, ничего о богатстве, ничего о славе, ничего и о власти, но все, что клонится к пользе души, включая и молитву, ничего земного, но все небесное». Итак, если нам заповедано воздерживаться от вещей житейских и настоящих, то как будем мы несчастны и жалки, если станем просить у Бога того, что Он заповедал нам отвергать? Если имеем то, дабы избавить нас от забот, от чего повелел просить, о том не будем иметь никакого попечения или даже не будем и желать того. Подлинно это значит пустословить в молитве. «Потому-то, хотя мы и молимся, но не получаем успеха». «А как же люди злые, скажешь, богатеют?» «Как богатеют несправедливые преступные хищные лихаимцы?» – спрашиваешь. «Не Бог дарует им это?» – нет. «Но как же Бог попускает?» «Как попускал некогда и богачу, соблюдая его для большего наказания?» «Вот послушай, что сказано ему Чадо. «Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Лукаш, 16 глава, 25 стих. Итак, чтобы и нам не услышать этого гласа, нам, которые суетно и безрассудно проводят жизнь в роскоши и прилагают грехи ко грехам, станем заботиться о приобретении истинного богатства и совершенного любомудрия. Через это мы и получим обетованные благо Господу нашему. Слава, Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.